Тем временем продолжаются ожесточенные бои. Донецк и его пригороды под огнем силовиков. Как говорят ополченцы, реактивные системы Смерчеград бьют прямой наводкой по жилым кварталам. Это усложняет эвакуацию мирных жителей, особенно из Дебальцево, где силы самообороны взяли в окружении несколько тысяч украинских военных. Из Донбасса репортаж Николая Долгачева. Украинские военные атаковали силы ополчения севернее Дебальцевского котла, но разблокировать окруженную группировку силовиков не удалось. Атаки были отбиты. Военные народных республик сжимают кольцо вокруг Дебальцево. Как минимум 6 тысяч украинских военных заблокированы. При этом подвоз боеприпасов невозможен. Перекрыты все дороги. Накануне под контроль армии ДНР перешел населенный пункт Логвиново. Ключевая точка на трассе Дебальцево-Артемовск, по которой прежде гарнизон укрепленного района получал подкрепление. Украинская группировка, которая прежде готовилась к наступательным действиям, теперь в глухой обороне, а бывший плацдарм стал котлом. Силовики пытаются отвлечь отряды ополчения на другие участки фронта. Атакуют южнее Донецка по направлению на Новоазовск. То же самое происходит в районе Горловки. Но успеха не достигают. Их отбрасывают назад. Артиллерия Украины продолжает массированные обстрелы городов и поселков. В результате за сутки 10 мирных жителей убиты. Это еще не окончательные данные. По жилым кварталам удары наносятся реактивными снарядами «Град», «Ураган». Бьют и из ствольной артиллерии. И некуда. И вот хожу, думаю, может убьет. А меня не убивают. Молодых убивают. А меня не убивают. Ничего не осталось. Все сгорело. Я не знаю, как на них достучаться. Мы мирные. В результате интенсивных обстрелов разрушается в первую очередь гражданская инфраструктура. Из строя выведено много котельных. Целые районы без газа и электричества. Ремонтные бригады пытаются восстановить снабжение, рискуя жизнью. Украинские силовики бьют по городам запрещенными боеприпасами. И не только кассетными. На месте падения тактической ракеты «Точка-У», которая чуть больше суток назад взорвалась на окраине Донецка, сейчас работают военные эксперты. Николай Долгоченко.